В нашем эфире основательница телеканала «Дождь» Наталья Синдеева. Поговорим о журналистике, о либеральной прессе и телевидении. Здравствуйте, Наталья. Наталья Владимировна, приветствую. Здравствуйте. Здрасте. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что принимаете участие в нашем эфире. Мы тут наблюдаем на канале «Фридом», что есть серьезный запрос на правду, которую будут вещать по-русски. Скажите, пожалуйста, на «Дожде» это чувствуется? Очень, очень. Мы, так как после закрытия стартовали где-то через три месяца, в июле у нас такой стартовый был запуск, и только в Ютьюбе. И аудитория очень быстро вернулась, и вот за последние две недели она выросла в пять раз. Просто в пять раз после начала мобилизации. И это, конечно, говорит о том, что, наконец, знаете, вот было два бабла таких в России. Один бабл – это вся либеральная пресса, которая была выдавлена из России. И бабл, который с нами никак не пересекался. Это зрители федеральных эфиров. И вот, знаете, мы как говорили, что война в России наступила с момента мобилизации. То есть, наконец-то, до людей стало доходить, наконец-то, они задумались, что происходит. Наконец-то, они что-то стали узнавать и искать информацию в нормальных источниках. И мне кажется, что, несмотря на весь кошмар, который вообще происходит, и это очень какой-то положительный знак. Потому что я думаю, что люди не только ищут информацию на дожде, в Медузе, во всех оставшихся независимых медиа, которые работают сейчас за пределами России, но мне кажется, что они, ища информацию, сейчас, наконец-то, начнут узнавать, что на самом деле происходит в Украине, и что делает наша страна. И произойдет какое-то или происходит отрезвление. Я очень на это надеюсь. Наталья, вы сказали, что только после мобилизации зрители федеральных эфиров переключились в том числе на вас, если я правильно понял, это было так, да? А вот там... Ну, я не могу точно так сказать, это же предположение. Но когда у тебя аудитория вырастает в пять раз, она и так была очень большая. То есть у нас на Ютюбе очень большая аудитория была. И там 60% было, 50% было российских зрителей. А с момента мобилизации она выросла в пять раз. И вот в этом в пять раз. Это просто огромные цифры. И 70% зрителей из России. Понимаете, это значит, что те люди... Ну, это наше предположение, мы не можем же это доказать. Но, скорее всего, это те люди, которые начали искать информацию, и, наконец-то, наконец-то пытаются разобраться, что происходит. Мы просто знаем, как сложно таким людям переключиться, да? Потому что годами промывали им мозги. А вот с вашей стороны, да, есть же какая-то обратная связь со зрителями? Насколько сложно с ними работать? Насколько они недоверчивы? В чем это выражается, возможно? Вы знаете, действительно, мозги... Это даже не мозги промывались. Я это называю просто адским экспериментом, который был поставлен просто над целой страной в течение последних 10 лет, наверное, да? И уровень промывки мозгов, он запредельный. Я вот пытаюсь сейчас очень много объяснять людям, которые находятся за пределами России, иностранцам. Вы даже не можете себе представить степень доверия и веры телевизору. То есть это сильно отличается, например, от того, что было в Советском Союзе, когда все понимали, что по телевизору это одно, а на самом деле все по-другому. И вот мы с момента мобилизации стали выводить прямые звонки с аудиторией без видео, просто звонки, потому что люди боятся говорить, а без видео готовы. И вы знаете, и там очень много людей, не наша целевая аудитория, а те люди, которые, наконец, они задают вопросы, они хотя бы стали задавать вопросы какие-то, да? А не просто отвечать какими-то штампами. И это чувствуется. И мы пытаемся, ведущие ребята пытаются устраивать этот диалог так, чтобы он не превращался в сам дурак, ты ничего не понимаешь, да? Пытаемся вопросами какими-то наводить людей на какие-то мысли. Но то, что они уже смотрят информацию о том, что происходит на самом деле, и то, что они начали искать эту информацию, мне кажется, это... Ну, это прям серьезность, Дик. Ну, очень. Наталья, дождь всегда был либеральным средством массовой информации, которая исповедует и продвигает демократические ценности. И за это вам огромное уважение. И за это вам досталось. За это вам запретили деятельность на территории Российской Федерации. Ну, нам досталось не один раз. Первый раз нам досталось тоже из-за Майдана. Вы знаете, когда нас первый раз выключали, это же тоже было. Потому что мы единственные, кто 24 на 7 показывали Майдан. И это было точкой невозврата для власти. И нас тогда убивали. Да, вас запретили, но многое ведь осталось в памяти. И среди прочего, то, что осталось в памяти, это конкурс на лучшее стихотворение, посвященное Крымскому мосту. Проводил этот конкурс именно дождь. Не-не, такое... Смотрите, я даже не знаю, о чем вы говорите сейчас. Это когда было? Нет, это не могло быть. И скажу вам, как это проводилось. Смотрите, это точно не могло быть на полном серьезе. Это либо был какой-нибудь, ну, как это называется, какой-то кич, но я вообще даже не помню. Ну, то есть я даже не представляю, где у нас такое может быть. Сейчас мы попросим редакторов уточнить. Тем временем я еще, если можно, спрошу про аудиторию вопрос. Аудитория, которая расширилась, а хочется понимать, какие предпочтения и что сейчас люди ищут? Какую информацию? Это в первую очередь информация о войне, это, возможно, информация о политических процессах внутри России. И, кстати, возможно, это информация о экономику, про коррупцию внутри России. Есть ли какая-то информация? Что в топе? Нет, в топе, конечно, война, мобилизация и, ну, собственно, все то, что мы, наверное, показываем. Экономика вообще, по-моему, людей не очень беспокоит сейчас. Ну, не то, что беспокоит, люди были бедные, стали еще беднее. Есть особенность русского человека, что он очень терпелив к таким излишествам. А вот то, что в каждый дом сейчас пришла война, что забирает сына, мужей, детей, соседей. И как-то, ну, как-то, мне кажется, это главное, что сейчас люди осознали, что это настоящая война. А вторые вопросы, которые мы видим по публикациям и то, что смотрят много, это, конечно, то, что на самом деле происходит в Украине сейчас. Понятно. Вот вы уже. Так, есть информация по поводу того, что и когда, для того, чтобы сейчас расставить все точки над «и», чтобы не быть голословными и так далее. Победитель конкурса «Песни про Крымский мост» сообщает об этом телеканал «Дождь». Сейчас найду дату выхода этого репортажа. Так, секундочку. 17-й год. Мы проводили конкурс. 17-й год. Но, во всяком случае, вы его освещали. Тогда я прошу прощения за неверную информацию, которую выдал в эфире. Нет, вы освещали. Это 11 августа 2017 года. Конкурс «Песни про Крымский мост» выиграл отец двоих детей, водитель при госпитале для ветеранов из города Иваново. А вы связались с Леонидом Тернышевым, попросили, спросили его, как давно он пишет песни и почему решил участвовать в этом конкурсе. Ну, слушайте, я даже опять не могу ничего прокомментировать. Возможно, что был какой-то конкурс и, конечно, понятно, скорее всего, с каким акцентом об этом говорил дождь. То есть тут у меня даже нет никаких сомнений, что мы что-то могли сделать не так. Ну, как бы, потому что позиция дождя всегда была очень однозначной и понятной. Я думаю, что это... Ну, то есть, опять, мне сейчас сложно объяснять, дабы я не понимаю контекстом. Но я уверена, я вообще не сомневаюсь в том, что в этом не было никакого, знаете, как это... Ну, то есть, комплементарности в этом точно никакой не было. Скорее всего... Хотя бы, как минимум, ради этого мы и подняли эту тему для того, чтобы услышать вашу позицию по этому вопросу. Скажите, пожалуйста, есть так называемая российская вооруженная оппозиция. В частности, это связано, например, с легионом Свобода России, который действует на территории Украины и борется против российских оккупантов. Мы сегодня связывались с представителями этого легиона. Нам сказали, например, что на них не выходят либеральные СМИ из России. Вы знаете, я все поняла. Вы знаете, я честно... Вот я клянусь. Я поговорю с редакцией, потому что я же все-таки не главный редактор, и я не знаю, как выбирать сюда, на кого выходить. Но я, например, о существовании такого легиона узнала два дня назад от своих друзей. Они мне рассказали, ребята из Киева, рассказали, что оказывается есть такой религион, что там наши российские офицеры сражаются. Я не знала об этом вообще. Поэтому это как-то вообще, мне кажется, ну, я не знаю, почему это прошло мимо, но я спрошу у своих ребят, потому что, мне кажется, я даже еще подумала, что надо прям про этот какой-то репортаж делать. Супер, если интересно, говорите, обращайтесь, у нас есть контакты, мы с удовольствием предоставим их вам. Супер, супер, правда, ну, может быть, ребята знают, не знаю, но я все передам. Наталья, спасибо вам, будем продолжать говорить по-русски правду и дальше. Спасибо большое. Наталья Синдеева, можно секунду одну? Я просто хочу зрителям Украины всем выразить прекрасные слова, ты не знаешь, как их найти, но мы плачем все каждый день, плачем внутри, сердце рвется, разрывается от всего и просто, и мы верим вашу победу, ребята, правда. Спасибо большое. С каждым днем приближаем эту победу. Спасибо. Спасибо. Наталья Синдеева, основательница телеканала «Дождь». Спасибо.